Белые акулы будут играть по-новому. Завершившийся сезон для клуба был неоднозначным. Болельщикам он запомнился победой любимой команды на Кубке Золотого Кольца. Самим игрокам, увы, неудача в Федеральной Лиге. Новый сезон решили начать с чистого листа. В этом году мужская команда Белые акулы приняла решение не принимать участие в Федеральной Лиге. Мы хотим попробовать себя в другом формате. Наша команда будет играть в Высшей Лиге Чемпионата России по регби-7. Регби-7 – это олимпийская дисциплина нашего любимого спорта. Там немножко другие правила. Играют 7 человек по 7 минут. Игра очень скоростная, динамичная, и мы видим перспективы в этом направлении. До первого этапа регби-7 остается мало времени. Чемпионат стартует в Зеленограде 29 апреля. Сейчас спортсмены активно тренируются, чтобы достойно представить наш регион. Помимо регби-7 мы также не отходим от нашего классического формата. Будем играть в регби-15. Конкретно будем принимать участие в Кубке Золотого Кольца. Пока календаря этого соревнования у нас нет, но он готовится. Успехами делится и дамский состав белых акул. Несмотря на то, что женское регби в Иванове появилось недавно, спортсменки уже добились определенных успехов. Две девушки – Екатерина Бодина и Анастасия Макарова – вошли в состав Федеральной регби-лиги. Отбор происходил просто. Мы ездили в Ярославль на тренировки. Ярославль заранее уже заявлялась на эти соревнования, несколько лет уже. Мы решили, что можно попробовать. Так как у нас его состава нет, мы решили заявиться в составе команды Ярославля. И вот у нас вышло два человека за эту команду. Первые соревнования в новом качестве Ивановкам предстоят в Зеленограде. Матчи будут проходить в течение двух дней. Спортсменкам предстоит провести восемь игр. Готовятся рэгбистки в усиленном темпе. Важно отработать передачи, захваты, уходы от противника. Любой успех – это в первую очередь результат работы. Вообще я не ожидала, что я попаду в Федеральную лигу, так как я в рэгби пришла только с сентября. Просто мне это было очень интересно стало, потому что я до этого вообще не знала, что такое рэгби, как это. Прошла на тренировки, очень заинтересовалась. Было сначала страшно, а потом влилась, и появилась какая-то мотивация, когда смотришь игры, и смотришь, как там рэгбистки со всего мира сращаются, все мотивируют этим. И я начала просто активно тренироваться. Появилась цель. Захотелось просто заявить о себе, показать, что да, простая девушка, может, там, получаться в такой федеральной лиге. В будущем спортсмены планируют продвигать Ивановские команды на всевозможных престижных соревнованиях по рэгби. О белых акулах текстильного края должна узнать вся страна. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.